книга открытым оком том 7 тема священство вопрос 1972 почему даже архиереи перестали проповедовать и когда им про это напомнишь они в ответ само богослужение есть проповедь всегда ли так вели себя пастыри и архипастыри отвечает игнатий тихонович лавкин если пастырь не проповедует то его ждет великое горе и он есть убийца кровавый 2 тимофею 42 проповедую слова настой во время и не во время обличай запрещай увещевая со всяким долготерпением и назиданием первое послание коринфянам 9 16 ибо если я благовествую то нечем мне хвалиться ибо это потому что это необходимая обязанность моя и горе мне если не благовествую деяния 20 26 7 посему свидетельствую вам в нынешний день что чист я от крови что чист я от крови всех ибо я не упускал возвещать вам всю волю божию василий великий 1 января одним из важнейших его занятий в это время было проповедание слова божия часто он проповедовал не только каждодневно но и по два раза в день утром и вечером иногда после проповеди в одной церкви он приходил проповедовать в другой своих поучениях василий живо и убедительно для ума и сердца раскрывала красоту добродетели христианских и обличал гнусность пороков предлагал побуждение стремиться к первым удаляться от последних и всем указывал пути к достижению совершенства так как сам был опытный подвижник самые толкования его направлены прежде всего к духовному назиданию его слушателей житие димитрия ростовского память 21 сентября вступив в управление ростовской митрополии святителя димитрий нашел в ней и великие не строения в то же время он старался искоренять в людях всякого звания злые нравы зависть неправду и другие пороки особенно огорчало свидетель свидетеля духовенство своим невежеством и пренебрежением к проповедованию слова божия увы окаянному времени нашему говорил святой димитрий в одном из своих поучений что отнюдь пренебрежено то сеяние весьма оставлено слово божие и не знаю кого с начала исправлять требуется сеятелей или землю и рефли или сердца человеческие или обоих вместе в купе непотребны стали и нет творящих добро нет ни одного сеятель не сеет а земля не приемлет и иреи не брегут а люди заблуждаются и иреи не учат а люди невежествуют и иреи слово божие не проповедуют а люди не слушают и слушать не хотят у многих из духовных лиц свидетель не находил даже доброго нравственного воспитания напротив с горестью приходилось ему замечать что отцы семейств были невнимательны к исполнению главных христианских обязанностей своими домашними и что еще удивительное продолжает святой димитрий что иерейские жены и дети многие никогда не причащаются еще узнал что иерейские сыны приходят ставятся на места отцов своих которых когда спрашиваем давно ли причащались многие поистине говорят что и не помнят когда причащались о окаянные иереи не родящие о своем доме как смогут заботиться о святой церкви домашних своих ко святому причащению не приводящие как смогут приводить прихожан когда не пекутся о спасении душ тех которые с ними в их доме еще более святитель исполнился благочестивую ревностью еще сильнее стал он скорбеть когда узнал что некоторые священники забыв страх божий не воздают должного почитания причистым и животворящим тайнам христовым в одном из своих поучений иереем святиль повествует о таком событии случилось нам в январе 1702 года ехать в город ярославль на пути вошел я в одну сельскую церковь совершив обычное моление я хотел воздать достойную честь и поклонение причистым христовым тайнам и спросил тамошнего священника где животворящие христовы тайны священник как будто не понимая моих слов стоял недоумение молчал тогда я снова спросил его где тело христово священник не понял и этого вопроса один же из опытных иереев меня сопровождавшие спросил его где запас тогда священник вынул за угла сосуд зелок гнусный и показал хранимую в нем с таким небрежением великую святыню на которую и ангелы взирают со страхом и возболебств и вазам и возболебновал я о том сердцем весьма говорит святитель что в таковом непочитании хранится тело христова и что чести при чистым тайнам подобающий не знают удивись осемны небо и земли ужаснитесь концы святитель стал заботиться о немедленном искоренении таких вопиющих недостатков в первом послании святитель отецки увещевал пастырей оставить свое злонравие запрещал им рассказывать о согрешениях своих духовных чад и тщеславиться своим званием и положением духовного отца умолял чтобы они как можно чаще получали народ и сами тщательно исполняли свои обязанности стремясь совершенно искоренить недостатки в среде духовенства святой димитрий сознавал что наиболее действительным средством для сего служит доброе учение и воспитание святитель написал после сего сочинения об образе божии и подобии в человеке и разослал его по своей епархии а царь петр повелел как можно чаще печатать это сочинение он хорошо знал что не только в малой но и в великой россии редко у кого есть славянская библия ее могли приобрести только люди богатые бедняки же были совершенно лишены той духовной пользы какую поставлять какую доставляет чтение сей богодухновенной книги многие лица даже в среде духовенства не знали порядка библейского повествования в этом большим препятствием было для него совершенно расстроено его здоровье святитель димитрий был знаменитым проповедником своего времени и часто обращался к своей пастве с красноречивым словом назидания никакие труды и обязанности никогда не отвлекали его от проповедания слова божия проповедованные им истины христианства изливаясь прямо из души проповедника являлись всегда живыми и действенными и увлекали слушателей своей простотою беседы отца с детьми учителя с учениками если бы возможно было отыскать и собрать воедино все поучения сего российского златоуста их должно бы оказаться великое множество но к величайшему сожалению весьма многие его поучения утрачены